Дорогие друзья, на прямой связи с приветственным словом выступает заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Михайлович Шойтов. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать всех участников конференции. Сам, к сожалению, в этот раз приехать не смог. Конференция собрала, насколько я понимаю, хотя она первая, но у нас конференция цифровая устойчивость и информационная безопасность Российской Федерации. Достаточно представительный состав. Темы, которые представлены на конференции, с моей точки, являются крайне актуальны. У нас сейчас прошел год, чуть больше, после начала специальной военной операции, и можно уже подводить итоги не первые, не первичные, а уже системные, проводить аналитические на предмет того, какие проблемы у нас появились, куда нам двигаться дальше. Ну, что за год произошло? Первое, конечно, Российская Федерация выстояла. Было принято целый ряд нормативных документов, ну, наиболее значимые 166-250 указы, ну и многие другие. Многие документы, соответственно, стратегические сейчас готовятся, завершается подготовка и будут приняты, соответственно, в ближайшее время. Ну, об этих документах и об этих мерах вообще говоря, говорили ранее. Просто сейчас, вот в этот год, так как был действительно кибербезопасности в фокусе внимания, реально были, ну, эти меры были просто быстро приняты. А отрасль вообще о них знал и о необходимости говорили, ну, о том, что нужно повышать ответственность руководителей, например, да, о том, что нужно проводить импортозамещение, в том числе средства защиты информации. Речь об этом шла достаточно давно и работы велись, но вот в этом году все это было концентрировано и соответствующее решение принятое. Значит, ну, на сфере, на нашей сейчас, конечно, как и раньше, но сейчас особенно, действительно, большая ответственность. Вот, и нам надо идти, соответственно, здесь дальше от первоочередных мер переходить уже к системным и перспективным, соответственно. Возникают вопросы. То есть, вот мы говорили, надо, надо руководители компании, об этом тоже давно говорились, в том числе и организаторы вот этой конференции, прямо это их тоже тема, что, значит, сам руководитель компании должен принимать активное участие. Сейчас нормативно на них эту ответственность разложили, и они реально приходят и спрашивают, коллеги, а что нам делать? Эти вопросы уже перешли из плоскости просто того, что нам нужно их сагитировать, нам нужно конкретно сориентировать их уже технически, вооружить их необходимыми знаниями, соответственно, ну, знаниями верхнеуровневого характера, которые необходимы именно, например, руководителям. Еще один вопрос, тоже важный, например, учения по кибербезопасности, которые мы планируем проводить, и сейчас их должны проводить, например, РАИФ. То же самое, они говорят о том, что мы готовы проводить, но у нас есть, у нас мало денег. Во-первых, дайте нам правильные методики для проведения этих учений, но так, чтобы мы не затратили действительно реально средств. То есть, это вот вопросы уже, они находятся в плоскости не той, что надо или не надо, а о том, как это сделать эффективно и, ну, и, возможно, с небольшими затратами финансовых средств. Создание, например, перспективных средств защиты информации. То же самое, вот, так называемые эти межсетевые экраны, НГФВ, значит, тоже вопросы. Вот, по ним работа ведется, но, значит, выясняется, что есть сложности, и запрос отрасли информационных технологий, он достаточно критический. То есть, здесь тоже требуется серьезная плодотворная работа именно уже технологического характера. То есть, необходимость есть, все знают, что это нужно сделать, значит, запрос сформирован, вот, нужно грамотно и качественно работать. Я бы выделил два типа конференции в области информационной безопасности, но они всегда, как бы, эти два типа, они всегда пересекаются. Значит, это когда мы организовываем взаимодействие между, значит, информационными технологиями, ну, там, представителями информатизации и информационной безопасности. Это одно из важнейших направлений, где мы должны правильно, значит, соответственно, организовать это взаимодействие и разъяснить. И второе, это профильные конференции по информационной безопасности, где, собственно, вот такие решения должны прямо находиться. Вот я считаю, что и то, и другое важно, но вот эта конференция, она так изначально, мы ее так и позиционировали, планировали, в существенной степени, конечно, это собрание вот именно экспертов, профессионалов, которые будут находить вот эти необходимые решения, о которых я говорил выше. И впоследствии, ну, в какой-то степени на этой конференции, а так в дальнейшем, будут их, соответственно, доносить вместе с нами, вместе с регуляторами до тех, кто занимается, собственно, самими информационными технологиями, чтобы они грамотно, правильно встраивали, соответственно, в процессы своей деятельности. Коллеги, ну вот я на этом закончу свое короткое выступление. Желаю всем вам плодотворной и эффективной работы. Спасибо за внимание. Мы благодарим Александра Михайловича. Алексей Сергеевич, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, Александр Михайлович, в принципе, уже такую вводную речь и, что называется, произнес, не надо объяснять и какую-то преамбулу делать в начале нашей дискуссии. Единственное, я вот все-таки и нашим уважаемым присутствующим экспертам, зрителям в зале скажу, что мы вот в режиме дискуссии, надеюсь, проведем ближайшие вот часа полтора. И я все-таки в качестве своей преамбула, ну что-то я же должен сказать, вот я паразитирую на том, о чем мы в куларах говорили, как справедливо заметил Артем Михайлович. Вот у нас безопасность в сегодняшнем мире без информатизации невозможна, а информатизация без безопасности может, но недолго. Вот мне кажется, это надо вот таким вот на красном транспаранте писать и делать лозунгом форма. Вот хотя, если вдуматься, то совсем недолго она может быть без безопасности. И это вот некий лейтмотив нашего разговора, потому что, во-первых, и сессия так называется, а во-вторых, но мы же все-таки живем в таком мире, когда хорошо быть, конечно, здоровым, богатым, а не бедным и больным. И хорошо сказать, вот надо сначала 7 раз отмерить, потом 1 раз отрезать. Но, по сути, вот в быстро меняющемся мире мы вынуждены, как называется, вот этот велосипед ремонтировать на ходу. Или машину, да, чтобы так вот было интереснее и красивее, что ли, звучало это. Мы не можем остановиться, мы не можем выйти, выйти, сесть на обочине, открыть капот. Мы вынуждены это делать в дороге. Это нормально, это абсолютно понятная история. Тем более, когда меняются обстоятельства, а за год у нас много чего изменилось, мы видим необходимость кое-что менять в общей концепции обеспечения этой самой безопасности. То, чего не было еще вот год назад, тех вызовов, которые мы еще все не предполагали, ну вот сейчас их мы видим, мы их знаем. И, видимо, даже вот в предыдущих действиях, которые планировались, нужно что-то корректировать. Об этом сегодня и поговорим. В общем-то, мне кажется, надо начать от печки, как это называется, и все равно я обращусь на федеральный уровень. То есть продолжим разговор с представителем Минцифры, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России, Владимир Николаевич Бенгин. И у него спрошу, ну вот есть ли понимание сегодня? У нас наша правовая нормативная сфера отвечает всем вызовам. Мы понимаем, что хотим получать на выходе. Знаете, как вот у инвесторов у них вот рисуют на листе бумаги. Входная точка в левом нижнем углу и вот выходная в правом верхнем. И понятно, что вот это вот все, вот этот белый лист, там может быть вверх, вниз, криво, косо. Но вот в конце мы должны выйти вот в этот правый верхний угол этого листка. Мы понимаем, что на выходе у нас должно получиться с точки зрения обеспечения этой безопасности. Да, спасибо. Я попробую очень кратко ответить, чтобы было как можно больше времени на дальнейшую дискуссию. Как регулятор, я с одной стороны должен сказать, у нас хорошая регуляторика, которая нам позволила в том числе и прожить предыдущий год и без каких-то там совсем катаклизмов и катастроф. А это значит, что в целом регуляторика и в целом информационно-безопасность в стране была на хорошем уровне. Но с другой стороны, как регулятор, нам есть куда расти, расти и расти. И вот вызовы завтрашнего дня, когда мы сидим и обсуждаем в форумах, в закрытых сессиях, на каких-то совещаниях, мы видим эксенциальные угрозы, мы видим новый тип угроз. И нам кажется, что мы не поспеваем, то есть мы сами к себе достаточно критичны и считаем, что нет, нам еще есть много что делать с точки зрения регуляторики. В чем эти основные вызовы? Где мы не успеваем? Я все-таки считаю, что те, кто может считаться нашими оппонентами или даже если кто-то хочет слово использовать врагами, они тоже не глупые люди, они это знают, мы никаких секретов сейчас не раскроем. Но вот то, что можно говорить, где мы не успеваем? Ну, сейчас идет перестроение и регуляторики, сохраняются требования, и обязательные требования, которые необходимо исполнять, и так далее, и тому подобное. Но при этом некой такой красной линии постоянно внедряется уже ответственность за непосредственные инциденты. И ответственность первых лиц, и все, что мы видели в прошлом году, в первую очередь, конечно, 250 указ президента, его основной лейтмотив, это вот информационная безопасность, где-то там из отдела ПИБ, где-то там внизу в структуре, поднята на уровень директора и заместителя, соответственно, директора. То есть это и личные ответственности. Ответственности не за, соответственно, какие-то там что-то общие или какие-то маленькие истории, а ответственность именно за инциденты. Это главные изменения, которые... А потому что оборотные штрафы, ну, мы понимаем, насколько это верхний уровень в истории, это риск для организации совсем большой. Как вы со стороны регулятора оцениваете, насколько тяжело будет перестроиться? То есть вот этот вот указ, сразу вспоминаю, место встречи изменить нельзя, указ 7-8 шьешь, вот так вот, указ 1-5, вот это от 1 мая 22-го года о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности, он очевидно что-то меняет для компании. Вы как вот регулятор видите, им тяжело будет перестроиться? То есть была какая-то работа, были какие-то требования от Минцифры, они там в меру, так сказать, выполнимы, в меру, так сказать, со временем выполнимы. И тут говорят, а вот еще надо. Это тяжело отрасли? Тут вышло, как обычно, все, кто присутствует обычно на пленарных сессиях, с докладами, кто профессионально занимается кибербезом, организацию, у которых с информационной безопасностью все было не просто хорошо, а на высшем уровне по отношению к остальным, у них у всех мнение одинаковое. Они говорят, мы ничего нового не прочитали, у нас все именно так. А вот для всех остальных, для, соответственно, огромной нашей страны, для десятка тысяч организаций, все, которые попали под, соответственно, действие этого указа, для многих из них это было впервые. И да, я сам присутствовал при различных звонках и приходах в гости к нам, уважаемых людей, владельцев, крупных организаций, которые говорят, так это что же, я теперь за это буду отвечать? Это вот как за пожарную, что ли, безопасность? Ну и да, в этом плане нам еще требуется большое перестроение в целом, вот всех по отраслям. Ну да, тяжелая история, я вызов понимаю, я согласен, что это требует определенной такой выстроенной, хорошо выстроенной работы. Продолжим смотреть по слоям, опускаемся на региональный уровень. У Евгения Михайловича Гурария хотел спросить, помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, к вам компания также приходит. Вы видите эти вызовы? И как вот на уровне целого федерального округа решать эту проблему? Да, добрый день, коллеги. Я, пользуясь случаем, ну и выполняя поручение полномочного представителя Владимира Якушева, хотел бы поприветствовать всех, кто здесь в гостях. Здесь стык, да, соответственно, двух регионов, не совсем уже Урал, но тем не менее, все равно, наверное, все-таки близко к Уралу. И поблагодарить организаторов за приглашение, за проведение мероприятий. Мы глубоко убеждены, что подобные профессиональные дискуссии, собрания, они очень важны. Особенно с учетом, как вот уже Владимир говорил, таких достаточно быстро меняющихся трендов, быстро меняющихся нормативки, появляющихся новые нормативки, появляющихся вопросов. С точки зрения, подводя к ответу вашего вопроса, почему в том числе я отказался здесь, в такой хорошей компании, полупредства на сегодняшний день, во всяком случае, например, уральского федерального округа могу сказать, мы отходим, наверное, отошли от чисто вот такой контрольной функции в области информационной безопасности, а перешли с одной стороны к такой штабной культуре в области обеспечения информационной безопасности, потому что сейчас есть понятная организационная структура, есть штабы по кибербезопасности, которые созданы во всех регионах в соответствии с поручением Дмитрия Николаевича Чернышенко, и есть соответствующий штаб на уровне уральского федерального округа, который осуществляет как взаимодействие со всеми регионами, так и очень плотно взаимодействует с регуляторами, а именно с СТЭКом, понятно, и с Федеральной службой безопасности, которая в наш свет входит. Ну и, безусловно, у нас прямая вертикаль взаимодействия с Советом безопасности и с федеральными органами власти. И вот тот Координационный совет по информационной безопасности, да, у нас многие по-разному относятся к роднишим структурам, мы его именно выстраиваем как, с одной стороны, повторюсь, штабная задача, с другой стороны, как такая методическая площадка, где обсуждаются те вопросы, которые мы сегодня смотрим. Мы, безусловно, большую часть до этого времени тратили на работу с региональными органами власти. И, в первую очередь, наша работа, конечно, строится вокруг обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, соблюдения законодательства, вопросы, которые с этим связаны, категорирование объектов Киев. И, повторюсь, до этого работали по большей части с региональными органами власти. И, например, если говорить про то же самое импортозамещение, то, в общем-то, мы можем констатировать, что последние несколько лет, во всяком случае, в Уральском федеральном округе, я бы не хотел здесь сравнивать с бизнесом, но импортозамещение идет достаточно долго и, ну, не побоюсь этого сказать, эффективно. Потому что мы сегодня уже говорим не только об импортозамещении прикладного программного обеспечения, системы электронного документа, оборот, условно. Но, в общем-то, и вот вчерашний день обсуждалось, в общем-то, это и переход на офисные пакеты, операционные системы, но более того, есть система управления базами данных, в общем-то, переходим к импортозамещению, систем хранения данных и так далее и тому подобное. Но для нас, соответственно, есть и новый вызов. Это работа с индустрией, с бизнесом. И, конечно, 250-й указ – большая помощь, потому что вот всегда говорили, если раньше мы все, что органы власти, что бизнес, ну, как бы хвастались, рассказывали о тех проектах внедрения, которые у нас были, реализации цифровых проектов, то сегодня все прекрасно понимают, можно сколько угодно долго рассказывать и получать какие-то плюшки и бонусы, и в рейтингах быть за внедрение тех или иных продуктов. Но если у тебя один раз произошел серьезный инцидент, который подверг опасности, или что-то произошло как в части имиджевой истории, так и в части экономической, все будет коту под хвост, то, что сделано. И все те, ну, как бы, там, полученные награды, они отойдут на второй план. И, конечно, сегодня, на мой взгляд, по итогам этого года, а вот мы, в принципе, так, это не какая-то секретная оценка, мы оцениваем после начала специальной военной операции рост компьютерных атак почти в два раза. Там разные оценки есть. И, кстати, достаточно большая доля компьютерной атаки идут, которые на органы власти. Но, тем не менее, серьезных инцидентов, ну, можно сказать, что у нас не было. И, безусловно, сегодня взаимодействие, если с органами власти все уже было выстроено, взаимодействие с компаниями, я бы не сказал, что к нам они приходят с вопросами. Скорее мы сначала начинаем обсуждать, мы работаем в отраслевом сегменте, с металлургами, условно говоря, с электроэнергетиками. И когда начинают обсуждаться вопросы с тем же самым стэком, безусловно, очень много чего вылезает. Здесь у нас принципиальная договоренность, и, в общем-то, это совершенно нормально, со всеми этими органами федеральных органов власти, с тем же самым стэком, что мы в меньшей степени играем роль кнута. А в большей степени здесь речь идет о взаимной работе. И тот же самый стэк оказывает конституционную методическую поддержку на этапе даже до захода каких-то документов. Безусловно, вопросов очень много. И самый основной вопрос, может быть, я вот так долго сильно не говорите, вброшу его. Я как-то его не слышал до сегодняшнего дня обсуждения. Это тема категорирования объектов КИИ. Мы сегодня все понимаем, как законодательство выстроено. У нас ответственность за присвоение той или иной категории значимости, она лежит, по сути, на владельца КИИ, на субъекте. Решение принимает комиссия. И мы все прекрасно это понимаем. И на федеральном уровне это уже достаточно явно обсуждается, на самом высоком даже уже уровне. Мы прекрасно понимаем, что категорирование проведено, ну, как бы, да, так сказать, не очень честно в ряде организаций. И сегодня же парадоксально мы видим, да, две, в общем-то, схожие организации. И где-то, соответственно, одной системе присвоена категория значимости, другой организации, аналогичной системе категория значимости не присвоена. Кстати, подобные элементы есть в органах власти региональных, но тут как-то у нас все попроще решается. И, безусловно, сегодня, когда у нас, да, там, объектов КИИ очень много, все объекты КИИ специфические, организации делятся как крупные, средние и даже малые, кто является владельцами КИИ, совершенно по-разному к этому подходят. И, безусловно, встает вопрос, да, вот все-таки, во-первых, вопрос ответственности в случае чего-то, когда произойдет, вопросы перекатегорирования, вопросы обмена опытом в этом плане. Вот, поэтому, ну, я вот в качестве вот такой вот некой, может быть, попытки ответа на ваш вопрос приходит или не приходит организация. Скорее, повторюсь, подводя это, скорее приходим мы, но приходим совершенно добрыми побуждениями. Не, ну, правильно так это, в конце, с добрыми побуждениями, с добрыми лицами, я все понимаю, но, Евгений Михайлович, я же тут здесь тоже не просто так, я буду обострять. Я знаю этот вопрос, так сказать, отрасли не любят. А правильно ли отказываться от контрольной функции? А правильно ли отказываться от кнута? Но мы же, в общем, все же живем вот в нашем пространстве, в нашем обществе. Мы же знаем, как это работает. Я не сказал, что мы отказались от контрольной функции. Она, безусловно, осталась штабная, но она совмещена с задачами совместной работы с профильными органами по методической поддержке. Безусловно, от контрольной функции мы просто даже и не имеем права от нее отказаться. У нас это четко прописано в соответствующих нормативных документах, причем есть отдельные документы, которые непосредственно за полупредством и за Координационным советом эти задачи закрепляют. И более того, еще есть ряд отдельных поручений. Поэтому мы просто не имеем права отказываться. И вот последний пример я даже приведу. Мы с коллегами на ЦКИ обсуждали. Мы собираем компанию энергетики. Есть соответствующие требования в стек, которые направлены. Мы проходим по каждому требованию в стек. Выполнено, не выполнено. И откровенно скажу, мы, безусловно, в моменте не можем проверить, выполнила компания это требование или не выполнила. Нам, безусловно, как Владимир сегодня уже не раз говорит, мы всегда наверх отчитываемся. И компании также все выполнено. Да, безусловно, потом мы совместно с стеком проводим выборочные проверки. Но мы сразу компаниям говорим. Вот смотрите, давайте сейчас пообсуждаем. Но учтите, вы говорите о том, что требование выполнено. Мы это все фиксируем. Фиксируем протокольно. И затем, в случае инцидентов, уже не будет разговора на этой площадке. Будет разговор с совершенно другими структурами и совершенно другими последствиями. Поэтому, безусловно, контрольную функцию никто в сторону не убирает. Но без вот таких вот площадок, как подобного плана, там фуровных, так и официальных площадок на уровне фаивов, на уровне раивов, на уровне округа с участием региона и бизнеса, без них точно нельзя. Более того, скажу вам так, несмотря на то, что в полномочиях региональных органов власти и региональных ведомств, которые за цифру отвечают, нет задачи вообще какого-то взаимодействия с субъектами КИИ, которые находятся в бизнесе. У нас сегодня есть очень хорошие примеры, когда органы власти, которые уже прошли достаточно большой путь по работе с КИИ, по взаимодействию, которые обладают опытом взаимодействия с НКЦКИ, помогают, мы просим это на наших площадках, помогают бизнесу те или иные документы готовить, подсказывают, направляют и прочее. Интересно, да, спасибо, спасибо. Продолжим тогда рассматривать вызовы и угрозы, и с удовольствием сейчас к разговору Сергея Викторовича Карелова хотел бы подключить, который Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, собственно, и представляет. И, наверное, здесь буду банальным, скажу, что 22-й год, ну, естественно, он непростым был, и беспрецедентное количество атак на вот эту самую КИИ. И на ваш взгляд, Сергей Викторович, в принципе, самые типичные проблемы, они уже вырисовались, мы их можем обозначить в обеспечении информационной безопасности. Какие они? Можно ли их предотвращать, не допускать? Добрый день, коллеги. Знаете, задали, задали, с одной стороны, вроде бы, простой вопрос, да, нам, как Национальному координационному центру, который получает информацию от взаимодействующих с нами организаций о том, какие у них компьютерные инциденты произошли, как они с ними успешно поборолись. Ну, с одной стороны, это просто бы дать ответ на вопрос. На антипленарке вчера, кстати, вот затрагивали, отчасти вот этот вопрос, да, что если будет одна организация там скажет, что у нее случилось, вторая скажет, третья скажет, да, и вот она пересекающаяся множество получится тем самым, ну, условно, типичным, что ли, набором, недостатком в безопасности этих систем, да, наиболее распространенным. А с другой стороны, ну, вопрос на самом деле, как мне кажется, несколько сложнее. Техническая, ведь плоскость, техническая плоскость проблем возникших этих компьютерных инцидентов, это всего лишь навсего, ну, как некое отражение более глубинных, что ли, на самом деле причин. И, отвечая вот на этот ваш вопрос, я, наверное, обобща скажу следующим образом, и тоже мы это затрагивали, об этом в прошлом году, подводя итоги, на СОК-форуме отчасти говорили. На самом-то деле, как нам кажется, причина кроется в том, что многие организации ранее вообще не задумывались о том, что им надо заниматься этими вопросами, и именно поэтому законодатель начинает выпускать и новые акты какие-то нормативно-правовые, в том числе 166-й, 250-й указы, да, и у нас сейчас в феврале месяца принят, поступающий, кстати, с сегодняшнего дня приказ 77-й ФСБ в части порядка информирования об инцидентах в информационных системах персональных данных. То есть многие организации, в принципе, не занимались вопросами обнаружения, предупреждения компьютерных атак, реагирования на компьютерные инциденты. Некоторые организации думали, что они этими вопросами занимаются, что-то сделано на бумаге, слава богу, и до этого были обязательства какие-то в части систем защиты, построения систем защиты информации. Но заниматься как одержимые вопросами информационной безопасности, вопросами обнаружения, предупреждения компьютерных атак, реагирования на компьютерные инциденты, вот, наверное, вот в этом причина, кроется истинная где-то причина, заниматься глубинно на постоянной основе этими вопросами. Наверное, вот так вот отлично ваш вопрос. Да, это интересно. Я в этой связи уточню тогда, если позволите. А как вы думаете, вот с чем связано такое отношение вот тех организаций, которые, например, думали, но на самом деле не занимались этими вопросами? Это мировоззренческий вопрос, это, как сказать, вот, это вот какая-то ленность, недофинансирование, вот в чем здесь причина, почему они так, почему такой у нас разрыв? Такой, знаете, провокционный вопрос. А я зачем? Обострение, да, и с другой стороны, философский. Ну, тяжело сказать, что сидит, находится там в голове у каждого руководителя отдельно взятой организации, почему он, кто-то хочет этим вопросом заниматься, кто-то не хочет этим вопросом заниматься. Как бы обобщая, может быть, скажу, одну из причин назову, то, что мы в реалии увидели и в чем на самом деле признались некоторые руководители. Когда у них случились компьютерные инциденты, они сказали, а мы думали, что мы никому не интересны. То есть, а, по закону мы не должны ничего были защищать, да, там наша система, ну, она открытая, данные обрабатывающиеся в ней не подлежат обязательной защите. Это тоже вот к вопросу, который поднимался вчера на антипленарке, да, а что нам надо, регулирование или самоответственность? Ну, вот к вопросу о самоответственности, да, что немногие, далеко немногие созрели на самоответственность. То есть, мы не должны были защищать, это первое, что звучало из того, что мы слышали, и второе, да кому мы со своей информационной системой были интересны. Ну, вот предыдущий год на самом деле показал, что, а, и интересны, хотя бы даже вот в медийном пространстве, просто сделать инфоповод непосредственно предметно касаемо вашей там информационной системы, ваших данных, а просто инфоповод, разместив там какие-то провокационные материалы на вашу систему. АБ чуть глубже, начиная общаться там с руководителями, с руководителями, отвечающими за информационную безопасность, начинает-то выясняться, что вроде по закону данные и не должны были подлежать защиты, но и не очень-то и хотелось их придавать гласности. И вроде как и получается, что и защищать надо не потому, что закон это предписывал защищать, а потому что не хочется, чтобы об этих данных кто-то там узнал, не знаю, конкуренты узнали, еще кто-то, да, ну, по различным причинам. Ну, тогда и третий провокационный вопрос вам задам. Вообще, сама по себе цифровизация. Я всегда говорю, что, ну, конечно, цифровизация – это инструмент, а не самоцель, хотя иногда кажется, что мы в каких-то вопросах, вот, вот надо цифровизовываться, потому что вот правильно цифровизовываться, да. И вот я в этой связи спрошу, а вот цифровизация сама по себе, она, как бы, влияет на уровень защищенности критической инфраструктуры. Ну, я вот так огрублю вопрос. Ну, поставили бы просто охрану с автоматами, и не надо никакой цифровизации. И все безопасно. А тут вот еще и цифровизовались, и вот, пожалуйста, еще один источник угрозы. Ну, вот есть ли вот такая зависимость? Больше цифровизации – больше угроз. – Знаете, наверное, не совсем вот так вот прям корректно ставить вопрос, больше цифровизация и больше угроз. Надо, наверное, говорить, нам нужна цифровизация? Вот это надо обсуждать. То есть нужна ли цифровизация в конкретной организации, в конкретной отрасли? А нужна ли безопасность в цифровизации, вернее, при цифровизации, да? Вот здесь я могу однозначно высказать свое мнение. Безусловно, нужна. Ну, потому что раньше у вас были одни процессы, и вроде все было хорошо. Вы внедряете там системы, которые помогают цифровизировать, да, ваш бизнес-процесс. Ну, и думать о том, что теперь ваши данные как бы останутся в том же уровне защиты, ну, на мой взгляд, априори было бы некорректно. То есть внедряя какие-то цифровые процессы в свою деятельность, в свой бизнес, там, в свои бизнес-процессы, неважно, это коммерческая даже организация, цифровизируя процессы в АИВах, в РАИВах, да, надо всегда задумываться, а к чему это влечет, к чему это может привести с точки зрения безопасности тех данных, которые начинают обрабатываться в этих системах. Поэтому процесс цифровизации, я здесь не буду комментировать, наверное, вопрос все-таки это к регулятору Минцифры, да, он ответит на вопрос, как и каким образом надо цифровизироваться. А то, что при цифровизации надо в обязательном порядке рассматривать угрозы, которые возникают, а не возникают в любом случае новые угрозы, и как эти угрозы нивелировать, в этом случае обязательно надо, безусловно. — Понял, да, спасибо. Владимир Николаевич, вы как-то отреагируете? Нужно ли, так сказать, вот так вопрос ставить, как я нарочно жестко его поставил? — Я как раз сейчас цифровизацией мы занимались. — Я видел. — Значит, конечно, цифровизация чаще всего не является самоцелью, но это банально понятная история. Но не всякая цифровизация несет новые угрозы. Есть цифровизация, которая наоборот закрывает угрозы, которые были в офлайн-режиме. Ну и таких примеров на самом деле очень много. Ну вот здесь большинство живут в гостинице. Мы же когда приходим, мы им паспорт даем, и мы должны заселиться. В общем, честно говоря, этим девочкам на ресепшене паспорт ваш не нужен. Но она должна его отсканировать, положить, потому что это нужно потом в рамках МВД и так далее. Так вот, объем утечек паспортных данных через вот это бесконтрольное распространение, те, кто часто есть в командировке, знают, как часто они этот паспорт сканируют и куда-то отдают и так далее, он колоссальный. Кажется, здесь не хватает вот этой цифровизации, когда можно было бы подойти, QR-код кликнуть, где-нибудь высветилась фотография, и все. И паспорт, не надо было копию паспорта где-то оставлять. И таких примеров на самом деле очень много. Поэтому не всякая цифровизация несет новые угрозы. Есть цифровизация, которая, наоборот, нас ведет в светлое будущее. Теперь, если мы вдруг занялись цифровизацией и что-то цифровизируем, то мы обязаны заниматься безопасностью. Причем не просто, знаете, очень часто, у нас, к сожалению, до сих пор это есть некий тезис. Кто-то начал заниматься цифровизацией, айтишники придумали какую-то историю, начали ее делать. Он говорит, да, точно, перед продом надо бы у безопасников спросить, все ли безопасно. А дальше безопасники смотрят и говорят, кажется, что тут бизнес-логика небезопасна. Ну, то есть мы можем, конечно, поставить там фаервол или еще что-то, но кажется, здесь исходно есть бизнес-процесс, который можно взломать. И вот безопасная цифровизация для нас, это, конечно, то, что называется вот secure by design. То есть безопасность должна начинаться так, даже когда и начинается архитектурное проектирование. Мы исходно должны делать безопасную цифровизацию и никак иначе других вариантов у нас нет. Наложенными средствами немного можно сделать на самом деле. Понял, хотел было поспорить, но лучше, Владимир Николаевич, я вот Артему Михайловичу. Да, конечно, да, да, и Сергей Викторович тоже, да. Просто Владимир такую затронул, приведя пример гостиницы, да, и случайно цифровизация. Ну, тогда немножечко в рамках дискуссии вот о такого рода цифровизации вернемся в прошлом году. Здесь нет, наверное, уже представителя одной организации, которая очень сильно при реагировании, при расследовании, при реагировании на инцидент пыталась доказать о том, что утечка на самом деле была не из ЕСЕ. Поэтому к вопросу о QR-кодах, да, и вот этой цифровизации, собственно, человек пришел, приложил QR-код и подтвердили его личность. То есть ему какая-то система же должна была эту личность подтвердить. Поэтому при цифровизации важно на самом-то деле дать безопасные механизмы, безопасные вот этого подтверждения, так или иначе. Поэтому, с одной стороны, цифровизация несет пользу и уменьшает, ну, поверхность, да, как сейчас принято говорить, атаки, если эти данные не будут храниться в той же самой гостинице, а будет разработан безопасный механизм подтверждения вот этой самой личности. А с другой стороны, вот эти вот примеры так называемых утечек из ЕСЕ, которые были в прошлом году и которые на самом деле не были утечкой из ЕСЕ, это вот тот самый негативный пример цифровизации, которая вытаскивала на другую сторону чуть больше данных, чем ей требовалось. И на самом деле на конечной стороне, откуда эта утечка произошла, оказались данные из ЕСЕ, ну, вот вопрос, нужны они были той системе или не нужны были той системе. Поэтому, все-таки, цифровизация в любом случае, она несет угрозы, так или иначе. Объем цифровизации, вот, наверное, вот здесь можно было корректнее сказать, да, объем цифровизации может быть такой, что снизит угрозу. Логично, логично. Но я из другого фланга зайду. Вот Артем Михайлович Сычев, как советник генерального директора по взаимодействию с госсектором, это Positive Technologies, это наш лидер в инфобизе. Но опыт Артема Михайловича, он же вот как бы и по эту сторону баррикады, то есть знает, и как выстраивать, и как вот со стороны компании это вот потом работает, что выстраивается. Вы тоже не соглашались в каких-то моментах с тем, о чем говорил Владимир Николаевич. Вот что здесь, на ваш взгляд, представляет угрозу риски? Ну, я абсолютно не согласен с тем, что цифровизация не несет угрозы. Она, как сказать, любая цифровизация порождает иные виды угроз, которых не было раньше. И проблема безопасника в том, готов ли он к тому, чтобы перешагнуть от того, с чем он уже давно работал, к тому, что предстоит ему еще только сделать. Вот это вот очень хорошо было видно. Могу на нескольких примерах это показать. Самый простой пример, когда в финансовой отрасли активно начали реализовывать систему ДБО, это было достаточно давно, это фактически там середина 2000-х годов. Что получили? Мы фактически перешли от того, что знали и прекрасно умели делать операционисты, снимали те проблемы, которые были, когда к ним, там, условно, злоумышленник приходил и пытался через окошко кассы какие-то деньги, значит, истребовать. Все знали, каким образом ему противостоять, но никто не знал, как противостоять тому злоумышленнику, который вообще никуда в банк не ходил и вообще никуда не ходил. Он просто тихо засылал троянчика на компьютер вообще какого-нибудь там предпринимателя индивидуального и прекрасно делал за него всю работу. И банк это прекрасно принимал и деньги ему отдавал, отдавал злоумышленникам. Вот это вот пример, когда цифровизация произошла, но качественные оценки рисков и качественного изменения подхода к безопасности на тот момент никто не сделал. Вот эта вот история длилась порядка пяти, там, около пяти лет и потребовала в том числе тогда от Центрального банка серьезных усилий для того, чтобы банки осознали, в чем проблема и дали определенные инструменты для защиты и клиенту, и себя. А плюс, это, кстати, была одна очень серьезная история, она же имеет продолжение, она имеет продолжение в виде разбора уже дальше в суде и уголовных дел. Это совершенно другая тема, абсолютно другая тема со сбором доказательств в цифровом виде. Она на тот момент фактически вообще никак не была использована и пришлось еще и эту тему прорабатывать. Вот поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, вот точно любая цифровизация дает новый вид угроз. Новый вид угроз требует коренной перестройки мозгов прежде всего у безопасников и понимания того, с чем ему придется бороться. Во вторую очередь, это перестройка уже мозгов у информатизации и руководства бизнесом на том, чтобы услышать те опасения, которые есть. Опасения не с точки зрения того, что я тут вот сижу, мне нужно межсетевой экран поставить, я вас дальше не пущу, а с точки зрения того, каким образом вот те самые риски, которые возникают, парировать на уровне бизнес-процесса, вот Вейн абсолютно прав, security by design, на уровне технологии и уж потом может быть какие-то средства безопасности, которые что-то сделают. Но во всем этом важно, очень важно и, наверное, это важно сейчас, прямо вот в моменте, учитывая, что мы реально живем в условиях войны. Абсолютной безопасности никогда не было, так ее не будет, но важно понимать, каким образом ты сможешь увидеть, что тебя атакуют, локализовать источник атаки и быстро начать устранять последствия. Вот здесь, я думаю, мы будем, наверное, солидарны с коллегами из НКЦКИ. Вопрос реагирования на инциденты становится просто основным в условиях той самой цифровизации, которую мы там собираемся проводить. Артем Михайлович, я правильно понимаю, что тогда становится, наверное, одним из главных вопросов вопрос прогнозирования этих новых рисков. Вот потому что ощущение такое, что все-таки вот как мысли как преступник, да, то есть он же тебя опережает на один шаг, ты как вот правоохранительная система решаешь проблему, которая уже возникла, а нужно, так сказать, думать, что он там еще придумает. Вот, если у нас это прогнозирование этих рисков, работает ли оно, и кто этим должен заниматься, и кто пока занимается? Ну, мы сейчас плавно перейдем к обсуждению кадровой проблемы, потому что, еще раз говорю, это вопрос... Я пока за технологию. Я понял, да, понимаю, но вот для того, чтобы технология сработала, и риски были прогнозируемы, должны быть люди-аналитики, которые понимают, в какую сторону это пойдет, и что за этим лежит. То есть это, на самом деле, уже кадровая проблема, и проблема в том, что большинство безопасников абсолютно везде сосредоточено на предотвращении известных им угроз, вот в текущей истории. Плюс, ну, чего греха таить, большая часть просто смотрит, вот у меня есть там некоторые детерминированные требования, я их выполнил, все, дальше сижу, на попе ровно, мне хорошо, зарплата капает, байтики где-нибудь там в семчике копятся, там придет регулятор, я вам все покажу, у меня все замечательно. Ну, но если в этот момент компания, а уж тем более, если государство пошло в сторону цифровизации, то этого точно недостаточно. Опять же, пример из жизни, самый простой. Вот утечек из ЕСЕА не было, это да, это факт, но взломанных аккаунтов в ЕСЕА и на госуслугах было очень много. К чему это привело? Привело это к тому, что, ну, вроде как, госуслуги доверенный ресурс, и микрофинансы начали его активно использовать для дистанционной выдачи кредита. Ну, вроде подтверждает, и все классно. А взломанный аккаунт дальше используется очень просто. В микрофинансы приходят, берут небольшой кредит, потом его отдают, потом опять берут, потом опять отдают, а в третий раз берут большую сумму и не отдают. А владелец этого аккаунта на госуслугах, он вообще не в курсе, что на него кредиты-то брали. И вопрос, собственно, который мы тогда достаточно долго решали, за что огромное спасибо, собственно, Министерству справового развития, что это наконец реализовали, это использование двухфакторной аутентификации. Просто на тот момент, когда, собственно, госуслуги начали работать, это было неактуально. Но шаг к тому, чтобы двухфакторка заработала в полном объеме, начали делать, чтобы просто было всем понятно. Три года назад. Три. Вот тогда на факторах это было понятно, спрогнозировано, и какие-то шаги начали делать. Да, да, ну это правильный подход, что вот и так загодя, и тем не менее все равно где-то не успеваем. Мы понимаем эти, собственно, вызовы, о которых я спросил? Как вы полагаете, цели мы эти видим? Ну, я бы сказал так, что мы начали более плотнее с этим работать и понимаем, в какую сторону это движется. Наверное, не везде так это все хорошо, безусловно. Если спуститься на сектор, особенно если это средние компании и не очень большие фаивы, там такого понимания, наверное, просто еще до него придется расти. Но в крупном энтерпрайзе, в крупном финансовом секторе, в крупных государственных системах такое понимание точно есть. Владимир Николаевич, есть понимание по рискам будущим уже у министерства? Или это надо отдавать профессионалам из отрасли, которые, собственно, этим занимаются? Ну, первое, я считаю, имею мнение, что только сам владелец, лично занявшись, не спустив эту задачу где-то там в какой-то из отделов или целиком просто отдать на аутсорс, а только целиком структура, начиная с руководства и, соответственно, по цепочке вниз, возможно, привлекая консалтинг, но все-таки в первую очередь она сама понимает, что она делает, понимает там какой-то процесс цифровизации, ее бизнес-процессы и так далее устроены, может эффективно выработать вот эту вот рисковую модель, понять, чего действительно она боится. Ни один внешний эксперт, если ему даже рассказать, дать проектную документацию, он не найдет все те истории, которые на самом деле встраивались и строились. Это потому что обычно крупные инфраструктуры, они очень большие, там очень много различных задач. А это с точки зрения рисков, а с точки зрения проверки, то мы идем в эту историю. Но у нас очень много терминов есть, которые активно все используют. Анализ защищенности, пин-тесты, ред-тимминг, киберучения, баг-баунти теперь мы делаем. Что это такое? То по факту мы говорим, что-то мы не уверены, точнее мы уверены в своей безопасности и уже уверены настолько, что готовы как можно больше внешних экспертов звать и говорить, проверяйте нас полностью. Мы готовы так-то держать удар. И, конечно, там очень много нового находится. Это всегда так. Вот мы так плавно, так сказать, вот с федерального уровня, с общего видения проблемы, что называется, на землю, к бизнесу опускаемся или поднимаемся, не знаю, как лучше сказать. К Юрию Вячеславовичу Ногинову обращусь, как к директору РЖД по как раз, собственно, управлению информационной безопасности, потому что он начальник департамента управления информационной безопасности. Спрошу, как вот в крупной корпорации смотрят на те процессы, и с какими вызовами вы сталкиваетесь сейчас? Согласны ли с тем, о чем говорят уважаемые коллеги? Спасибо большое, что предоставили слово. Действительно, РЖД – это очень крупная компания с очень нестандартной структурой. Вернее, как она стандартная, но по своим объемам, масштабам, ну, несопоставимая, наверное, ни с кем. От Камчатки, вернее, от Владивостока до Калининграда. В мире, я бы даже сказал, несопоставимая ни с кем. Причем информационные системы, которые у нас функционируют, они должны функционировать территориально распределенно. Покупая билет в Калининграде на поезд, человек в кассе во Владивостоке, этот билет уже должен быть отмечен как проданный. Понимаете, да? Поэтому это накладывает определенный отпечаток. Плюс холдинговая структура – это больше сотни компаний, входящие в холдинговое РЖД, у которых своя инфраструктура. Они самостоятельные юридические лица, но ответственность за их информационную безопасность несет все равно материнская компания. И нам приходится решать вопросы территориально распределенные с точки зрения безопасности. Просто чтобы проиллюстрировать такой момент, вот в саму компанию АО РЖД, акционерное общество входит, она состоит из железных дорог. Железные дороги – это субтерриториальное образование, которое больше, чем субъект федерации. То есть не как федеральный округ, но включает в себя несколько субъектов федерации. Октябрьская железная дорога, Горьковская и так далее. У них своя инфраструктура. Эта инфраструктура очень чувствительна с точки зрения уязвимости от компьютерных атак, от управления движением поездов. Тут надо понимать саму важность этой инфраструктуры. Я хотел бы согласиться с предыдущими спикерами о том, что цифровизация, конечно же, несет в себе новые вызовы и новые угрозы. Мы рассматриваем это именно так. Ведь внедрение цифровых технологий в любые сферы деятельности, включая и логистическую деятельность и так далее, вызывает появление новых видов и угроз. Я, если позволите, Алексей, немножко хотел развернуть чуть-чуть дискуссию. С удовольствием. Да, мы уже второй день говорим о цифровизации, о цифровой устойчивости. А я вот безопасник. Я всю жизнь прослужил в вооруженных силах, потом занялся информационной безопасностью. Вернее, как, информационной безопасностью, собственно, всю жизнь занимался. И я смотрю на эти вещи немножко с другой стороны. Вот для меня цифровизация – это, как вам сказать, это обуза. Для нас, для безопасников, айтишники – это наше альтер-эго, на самом деле. Они же клепают эти системы как много больше. У них кипяя от этого зависит. Чем больше я цифровизую, чем больше я внедрю этих систем, тем у меня будет больше премия. А я безопасник. Я должен обеспечить безопасность вот этих поделок, которые порой иногда бездумно даже внедряются. Честное слово. И я вот хотел заострить внимание аудитории о том, что именно регуляторы в данном случае – это ФСБ и ВСТЭК – оказывают очень-очень серьезную нам помощь. Вот я, поскольку организовываю эти процессы, я прям четко говорю, в приказах ВСТЭК, 17 приказ ВСТЭК – это создание системы защиты информации для обеспечения безопасности. А САП у вас там, не САП, какое-то там новое введение будет. Это как бы уже вторично. Понятно, что я утрирую, но суть заключается в этом. Вот приказ ВСТЭК – исполняйте, пожалуйста. Вот НКЦКИ нам выдает требования. Исполняем эти требования, но не курим, как говорит Артем Михайлович, а постоянно в движении в данном случае. Безопасники. Только с начала СВО, вот в ОРЖД поступило больше 140 документов от ВСТЭКа, от регулятора. И это документ обязательное выполнение требований, которые они предписывают. От Национального координационного центра тоже поступают документы. Сейчас цифру не скажу, но тоже много. И, кстати, спасибо большое. Они действительно существенно облегчают процесс обеспечения безопасности такого монстра, такой инфраструктуры. В ОРЖД 17 СОДов – это центров обработки данных, огромных. Они расположены по всей территории Российской Федерации. И представляете, как поменять, допустим, парольную политику. Вот все те посылы, которые чаще сейчас звучат. Давайте проведем, допустим, контроль защищенности инфраструктуры. Давайте. Как в ОРЖД провести контроль защищенности инфраструктуры в 150 дочерних зависимых обществах и вот в этих всех субтерриториальных огромных образованиях, которые занимаются логистикой. И процесс не должен прерываться. Для нас даже вот такие задачи, как контроль защищенности, пентест, они в классическом понимании нереализуемы. Я могу провести пентест, допустим, центра обработки данных, главный вычисленный центр. И то с большой оговоркой. Поэтому эти задачи у нас постоянно возникают. Я хотел, действительно, и Шойтов выступает, и представители Минцифры сидят. Все смотрят со стороны цифровизации. А я хочу посмотреть на этот процесс со стороны именно обеспечения безопасности, безопасника в данном случае. А что они там цифровизуют? Юрий Иванович, вы как будто бы, знаете, извиняйте, а я вот там из безопасности. Но мы напомним, в том числе и представителям IT-отрасли, что интернет в Советском Союзе, ну вернее, прототип, это ученые, в том числе военные по фамилии Китов, а в Соединенных Штатах это ДАРПа, в общем, вполне себе военная структура. То есть исходно все то, о чем мы сейчас обсуждаем, это вообще-то военные технологии, так строго говоря, поэтому, что называется, извиняться здесь вот точно нет за что. Но вопрос, а не нужно ли вот эту вот мировоззренческую от безопасников и военных специалистов, что ли, вот эту вот толику внести в этот вопрос, нужно или не нужно, я как раз вот хотел у вас уточнить, нужно ли, так сказать, вот мировоззрение военных сюда добавить, не в прошлое время, знаете? Алексей, знаете, у меня по долгу службы один раз, это было 10 лет назад, попала в руки брошюра американская, закрытая, по нашим каналам военным, она там... Давайте распечатаем, мы всем раздадим. Это было давно, уже гриф снят давно. Значит, она называлась «Будущее компьютерной преступности». 10 лет назад или 12 лет назад, там что только, футуры, криминалити, там, я точно не помню, но перепечатка напечатанная, наши разведчики привезли, видимо, ее на листах на обычных, и там были описаны, я помню, я читал ее с таким интересом, там были описаны использование дронов для передачи сигналов Wi-Fi, там было описано про подводные лодки, там было использование информационных технологий. Я до сих пор вот и подчиненным своим рассказу говорю, ребята, надо заниматься этим же вопросом. И мы благодаря вот руководству компании, ну, это не просто хвалебная там ода, а действительно прогрессивное руководство компании идет навстречу, и вы знаете, мы сейчас прорабатываем вопрос создания вот такой киберлаборатории будущего небольшой, где мы будем прогнозировать те угрозы будущего, ну, как вот в этой книжке. А, то есть в корпорациях к этому пришли. К этому пришли, да, и это поддерживается всеми силами. Плюс стоит отметить, что РЖД возложено еще ряд задач, которые идут от президента, вы знаете, про создание квантовых сетей связи, это совершенно новая технология, о защите которой сейчас даже говорить с этой трибуны нельзя и не нужно, наверное, говорить. Но это новая задача, новый вызов, который предстоит решать железнодорожникам теперь. Ну да, и единственное, вот сейчас последний момент, Артем Михайлович, тогда ему слово передам, уточню. Но все-таки, как вы себя чувствуете, вот как здесь выставлять приоритеты, расставлять между людьми, которые руководят цифровой трансформацией, и людьми, которые, что называется, на земле, вот как директор по информационной безопасности ее реализует. Как вы здесь вот относитесь к расстановке приоритетов? Потому что и вы уже начали об этом говорить, и об этом, ну, Владимир Николаевич тоже уже упомянул. То есть вот еще и, кроме пожарной безопасности, еще и за это в компании отвечать? Вот как вы, как компании на это смотрят? Правильное ли разделение? А? Юрий Вячеславович, это я к вам. Да, я понял. Или вы задумались глубоко? Да, я немножко переключился, но суть вопроса, да. Безопасность все-таки строится на основании вот наших требований регулятора. И мы придержимся именно этого вот, этой пути, когда для нас основными, значит, формирователями тренда являются в стеке ФСБ, если вы об этом спрашиваете. Вы согласны, что ответственность-то вся на вас? Ответственность, ну, исключительно на нас, да. Ну, вы с этим как смирились или просто согласились? Нет, вот это, опять же повторюсь, айтишники для нас, это альтер-эго. Они нам создают сложности, а ответственность лежит на нас, да, прямую. Ну, в общем, вся жизнь в сложностях, все, я понял, да. Артем Михайлович. Друзья, у меня две реплики. Первая по поводу регуляторов и требований, что там с безопасностью. Ну, собственно, некоторое время назад работавший регулятор, часто общаясь с поднадзорными, всегда, вот всегда было два мнения. Причем одно сначала одно, потом другое. Сначала в рынок приходил и говорит, слушайте, ну вот, вот если вот вы нам напишите требование вот про это, мы сразу побежим его выполнять, и все у нас будет классно. И регулятор выпускал это требование. Тут же приходили те же самые лица и говорили, вы чего понаписали, нам же это выполнять. Вот это на самом деле такая история, которая точно всегда будет. И с тем же самым приказом, который здесь упоминали. А еще начинаются такие слезы, что это, а где же я деньги возьму, а где же, вот, а кто мне их там даст? Ну, в общем, это отдельная песня. Вот, а вторая реплика. Вот когда про альтер-эго говорили, мне почему-то вспомнился фильм «Кавказская пленница». Замечательная фраза. Тот, кто нам мешает, нам и поможет. Да, но не в плане невесту украсть, а в плане того, что, собственно, любая… Вот, Володь правильно говорил про security by design. Ну, если ребята что-то придумывают, информатизация, ну, классно. Ну, вы тогда как бы сразу закладываетесь на то, что это требует совершенно другого подхода к безопасности, и это должно стыковаться. Ну, почему-то информатизация всегда думает, что у нее там новая системка должна состыковаться с AD, должна состыковаться с там системой маршрутизации, как-то подумать про балансировку трафика. Ну, ведь давайте мы туда добавим еще, чтобы это все отражалось в СИЭМе, чтобы это все там контролировалось надами, чтобы это все там контролировалось на end security, и в результате мы получаем более-менее нормальную историю. Вот, так это вот я к тому, что мозги нам точно надо перестраивать большому количеству людей, для того, чтобы, опять же, вот тот, кто нам мешает, из информатизации, те же нам и помогали, чтобы они шли в проекты с пониманием того, что новые риски надо перекрывать сразу же, иначе потом будет гораздо дороже. Да, Юрий Михайлович. Пожалуйста, я немножечко хотел бы пояснить. Когда я говорил про альтер-эго, это не значит, что это противники. Они не противники. На самом деле мы все делаем общее дело, и я, как представитель компании, точно так же радею за бизнес, который меня, собственно, и содержит как безопасника. Он содержит меня. Поэтому здесь, наверное, лучше говорить о такой балансе весов. На одной чаше весов это цифровизация, с другой стороны безопасность. То есть она саморегулирующаяся. Если, как правило, вот я встречал в небольших компаниях такие решения, когда отвечающий за цифровизацию будет отвечать и за безопасность одновременно. Вот на мой взгляд, это неправильное решение. Чисто на мой взгляд. Это должны быть два взаимоурегулирующие друг друга органа. Мы действительно, как безопасники, накладываем сложности, создаем для айтишников и для цифровизации. Но они ускоряют процесс бизнеса, и мы отдаем себе отчет. Поэтому здесь должен быть разумный баланс вот такого подхода. Что первичнее, цифровизация или критическая инфраструктура? Вот для вас, для безопасника в компании, в корпорации большой? Даже не провокационный вопрос. Конечно, Киев для меня. Для безопасника, да. Кстати, в ОРЖД мы пересмотрели подход к категорированию объектов критической информационной инфраструктуры. И у нас сейчас уже около 200 объектов. Почему около? Потому что некоторые еще не внесены в реестр стека, да, идет процесс категорирования. Но это много, честно. По сравнению даже с крупными компаниями, мы отнеслись к этому вопросу очень серьезно. У Сергея Викторовича, спрошу, у Карелова, как вот за национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Ну вот мы начали, уже упомянули этот вот указ 1.5, который номер 250 имеет президента, да. И внутри этого указа приоритеты, какие здесь, какие нужно реализовать мероприятия, предусмотренные этим указом, чтобы вот эту безопасность цифровизации повысить. Это мы уже так к практике, к действиям конкретным сейчас переходим. Как вы думаете? Ну, смотрите, Алексей, мы говорим об указе. Раз все, что туда входит... Понятно, все надо выполнить. Оно все важно, да. И указ, он состоит, по сути, ну, из нескольких блоков, у которых есть разные ответственные регуляторы. Поэтому сказать о том, что первичней, что вторичней, вот, наверное, некорректно так вопрос ставить. Раз законодатель государства, то есть, определило, что что-то надо вынести на уровень нормативного правового акта, значит, это все важно. То есть, нельзя сказать, сначала сделаем это, потом это. Теперь важно все. И каждый регулятор, который отвечает за реализацию того или иного блока, который внесен в этот указ, он эти мероприятия реализует. Я готов ответить, собственно, за наш блок, который касается Федеральной службы безопасности, в частности, там есть несколько важных моментов. Значит, первый момент касается, по сути, вопроса аккредитации центров госсопки, организаций, и, ну, так скажем, протягивающим в ответственность, в обязательства субъектов, это привлечение соответствующих организаций к проведению своих мероприятий. Здесь мы, как регулятор, собственно, всегда чувствовали за собой ответственность в том, чтобы те организации, с которыми мы заключаем соглашение, да, центр госсопка, у нас со всеми ними заключены соглашения, кто имеет этот статус, чтобы они соответствовали, ну, так скажем, требованиям, нашим внутренним даже, так сказать, требованиям по своему качеству, по своему профессионализму. Но законодатель, когда, собственно, разрабатывался ряд, там, требований к госсопке, указ был соответствующий, да, положение, в конце концепция госсопки, на тот момент, в общем-то, мы не были наделены требованиями, полномочиями, вернее, о том, как проверить, собственно, соответствует эта организация или нет. И сейчас вот эту вот проверку мы осуществляем, ну, несколько опосредованно, да, исходя из того, что мы видим, как работает этот центр, собирая обратные, там, некую обратную связь от его области ответственности, от субъектов его области ответственности. Поэтому вот это одно из направлений, и на регуляторном треке, который пройдет во второй половине, собственно, о перспективах аккредитации, о наших возможных там подходах, у нас представители НКЦКИ немножечко об этом расскажут. Следующий вопрос, который в этом указе был указан, и сейчас мы движемся по этому пути, это вопрос мониторинга защищенности информационных ресурсов. Общественное обсуждение приказ о порядке мониторинга уже прошел, и сейчас, ну, фактически там некая завершающая стадия идет на уровне Минюста. Этот приказ уже находится, поэтому мы надеемся, что в какие-то краткосрочные, в какой-то краткосрочной перспективе все-таки наш приказ состоится, будет зарегистрирован в Минюсте. Этот приказ определяет, собственно, порядок осуществления мониторинга защищенности. Кто заходил на соответствующий там сайт правовой информации, мог уже ознакомиться с его положениями. Есть несколько таких ключевых моментов. Это непосредственная оценка защищенности, которая предусмотрена этим приказом. Есть, так скажем, удаленная оценка защищенности этого внешнего периметра, она предусмотрена. Ну, мы давно уже к этому на самом деле шли, и тоже на антипленарке, да, этот вопрос обсуждался. А вот если бы просто взять, отмониторить там весь российский сегмент, посмотреть, у кого там есть эксченж до сих пор непропатченный, да, и внести соответствующие штрафы, не штрафы, уж как это сказать, ну, наказать тех людей, у кого там два года до сих пор эксченж не пропатченный. Здесь тоже мы подходили к этому вопросу, вот внесение в 250 указ, законодатель к этому подходил. Ну, почему у нас всякие иностранные ресурсы сканируют, а мы, соблюдая наше законодательство в области безопасности информации, да, потому что, по сути, вот эта вот деятельность, она так или иначе попадает отчасти даже под уголовную статью. Поэтому сейчас мы, как Федеральная служба безопасности, эти полномочия наконец-то получили для того, чтобы подсказывать, для того, чтобы рассказывать организациям, тем самым, которые не осуществляют эти мероприятия у себя, о том, что у них там не очень-то хорошо, на что им обратить внимание, как повысить защищенность своих информационных ресурсов, понимая, осознавая, насколько эта задача важна. Ну и, к сожалению, в указе, да, не обошлось без второй стороны медали, вот без стороны медали там некого такое принуждение к выполнению наших мероприятий. Там есть пункт, который говорит о том, что все наши указания, вот в этой части, они должны в обязательном порядке исполняться. Это та самая побуждающая вещь, та самая побуждающая нормативное положение, которое должно обязать и будет обязывать, собственно, субъекты в обязательном порядке наши рекомендации все-таки выполнять. Опять-таки, возвращаясь к этой антипленарке, а что лучше, регуляторика или самоответственность, вот пока что показывает, что самоответственности у нас нет, к сожалению. Либо она у нас еще недостаточно развита, поэтому приходится принуждать к этому. Вот это, если так совсем кратко, да, что в 250-м указе касается Федеральной службы безопасности непосредственно. Ну, если бы меня спрашивали на той пленарке, я бы сказал, вот, наверное, даже еще жестче, чем вы, только вот принуждение, оно порождает самоответственность. Ну, если немножечко философски порассуждать, да, об этом, то можно сказать, что мы должны, наверное, прийти в то состояние, когда на местах должны понимать о том, что этими вопросами все-таки надо заниматься, но не только потому, что это необходимо государству, а потому что это необходимо в первую очередь, ну, самим собственникам этих ресурсов. Но вопрос самомотивации, самоответственности, наверное, это все-таки вопрос очень подготовленного и развитого сообщества. Ну, к этому надо быть готовным, возложить самого на себя ответственность, да, и то, о чем тоже вчера обсуждали, чтобы еще потом признаться в этом, что у меня там что-то случилось. Это все-таки надо иметь такую высокую степень готовности. И вопрос принуждения к выполнению тех или иных задач, можно сказать, что это, наверное, что это очередной шаг к повышению все-таки уровня самоосознания, уровня самомотивации, к уровню самоподготовки в этой области. Ну, если отрасль пугает, например, слово принуждение, то можно вспомнить просто разного рода социальные эксперименты, скажем, вот протестантизм как работает, это горизонтальный контроль, это общество само себя контролирует. Как ассоциации работают? Это соблюдение всеми членами ассоциации неких требований, то есть никто не говорит там, вот, ну-ка, будь любезен, давай-ка вот сюда. Ну, а если ты в этой ассоциации, а как ты можешь не соответствовать этим критериям, и тогда к этому, наверное, совершенно другой подход. Вот Артем Михайлович тоже, наверное, что-то добавить хотел, раз в руках он взял. Алексей, вот еще кратко, да, к вопросу о самомотивации. Достаточно было времени на самомотивацию, как я уже сказал, и пока что мы не видим, что самомотивация, вот действительно, люди готовы во многом к самомотивации. Кнута, да, нет. Два месяца этого года количество публикаций об утечках, которые вот состоялись просто в публичной плоскости сейчас уже, за эти два месяца, там, 20 или 21, это вот то, что действительно вышло на известный уровень, а об этом было опубликовано. Казалось бы, мы год прожили, год прожили, понимаете? Казалось бы, все должны были спохватиться. А более того, в области защиты персональных данных, ну, как бы законодательство существует достаточно давно. Вот вопрос. Почему? Доколе? Да, собственно. Почему нет-то? Риторически, ну, может быть, мы и ответ услышим, Артем Михайлович. Как думаете? Или просто отреагируете на сказанное? На ответ «Доколе» есть всегда традиционный ответ «Да потому что?» Да. Но я все-таки вот попытаюсь вклиниться в дискуссию про самомотивацию в виде штрафов и регуляторику. Вообще-то на самом деле все гораздо сложнее. Можно пойти в сторону того, что за утечку штраф, но мы с вами живем в государстве, которое вообще-то с презумпцией невиновности. Ну, то есть ответственный ФАИФ, неважно какой он будет, вооружившись, понимаешь, там, кодексом административных правонарушений, заходит в этот, допустившую утечку компанию, и вот там начинаются дальше уже самые интересные проблемы. Ты, во-первых, поди докажи, что эта утечка там действительно произошла, ты сформируй доказательную базу, а потом еще объясни даже не этой компанией, а скорее арбитражному суду, что это действительно так. То есть мы в любом случае приходим к тому, что должна быть, вот как ни крути, а нормативная и правовая база, которая объясняет, собственно, что нельзя, как подтвердить, что то, что нельзя было реализовано, и как подтвердить, что та компания, которая допустила эту утечку, не предприняла мер. Поэтому говорить о том, что вот надо выбрать из чего-то два, но это, честно говоря, глупо, когда ты не знаешь, как работает система доказательств при выставлении штрафов. Ну, вот это точно. Поэтому я согласен с коллегами, что нам, безусловно, штрафы-то нужны, и это определенным образом будет стимулировать, но стимулировать, с другой стороны, это стимулирование через экономику. И здесь я хотел бы попытаться подойти все-таки к ответу на вопрос доколе в нормальной форме. В моем понимании начнет ситуация меняться тогда, когда у государства появятся механизмы экономического воздействия на тех субъектов, которые, собственно, должны требования выполнять. Такое возможно только тогда, когда в историю с регулированием начинают включаться отраслевые фаилы, и которые занимаются экономической составляющей их деятельности. Ну, условно, там, не знаю, какая-нибудь, там, Минприроды выдавая лицензию, и потом, проверяя и исполняя этой лицензии, еще так невзначай спросит, а что у тебя там с информационной безопасностью, а ну-ка покажи. И когда произойдет, не дай бог, какой-нибудь инцидент, заодно поинтересуется, а не был ли он связан с тем, что у тебя там с точки зрения информационной безопасности, ну, нет вообще ничего. Да, ну, или подобные примеры можно привести, например, там, в энергетике и в любой другой отрасли. Это возможно, это вполне возможно, и пример центрального банка и финансовой отрасли это доказывает. Да, к этому идти достаточно долго, но экономические рычаги, они в разы надежней, чем даже, там, не знаю, право НКЦКИ потребовать устранения чего-то там. Но на право НКЦКИ всегда есть большое количество, мы же знаем, что всегда есть изобретательные ребята, которые найдут строчку где-нибудь там в особом законе, объяснив, что мы живем сами по себе, и поэтому, ребят, спасибо большое, мы вас внимательно выслушали, но будем делать точно так же. А вот когда этот механизм приходит с экономической стороны, когда это влияет непосредственно на деятельность организации, то тогда это совершенно другая история. Вот, поэтому мы, как компания «Позитив», активно продвигаем тему с недопустимыми событиями, и большое спасибо Министерству цифрового развития, что они тоже понимают необходимость этой истории и очень активно в это двигают. Я думаю, что это как раз вот та, возможно, та синергия, когда, во-первых, понимание важности определенных событий, которые могут наступить вследствие того, что произошла какая-то атака, она дойдет до руководителя, и если к этому подключатся еще отраслевые фаивы и начнут применять определенные рычаги экономического влияния, это точно совершенно даст положительный эффект. Владимир Николаевич, ну, тоже хотел два слова спросить о том, что нужно, может быть, приоритетно реализовывать. Понятно, что все из этого 250-го указа президента, вот, 1 мая, но, тем не менее, вот последовательность действий, как вы ее видите, что там является ключевым, может быть, где-то тонкие места вы расскажете, если есть такая возможность. Ну, я сегодня уже говорил о том, что больше всего 250-й задел тех, кто занимался безопасностью плохо или не занимался ею вовсе. Значит, в первую очередь они осознают то, что безопасностью надо заниматься, назначают орг структуру, поднимают, соответственно, безопасника до должности замдиректора или наоборот, назначают крайним, там, финансиста или айтишника, или, ну, кто там будет сидеть, в общем, ближе к выходу. И, соответственно, и создание, конечно, самой структуры вниз, подчинение и так далее. И это, наверное, первое. Также тем же самым занимаются многие госкомпании, госкорпорации, крупные. Я знаю несколько, кто пользуется 250-м для того, чтобы централизовать функции безопасности внутри своей очень широкой, соответственно, сетки дочек, внучек, ну, и так далее. Потому что его можно так трактовать, потому что ответственность все равно, даже то, что происходит в дочерней структуре, все равно как бы у государства проще спросить головной компании и спросить, что там. А, соответственно, безопасники внутри пользуются этим для того, чтобы выстроить жесткую иерархию и более прозрачно контролировать то, что происходит где-то там на местах. Есть, ну, я буду добавлять дополнительно к тому, что уже говорили про 250-й. И там есть шестой пункт, он очень красиво звучит. По факту это пункт про независимость и импортозамещение. Он говорит, что все средства защиты информации из недружественных стран к 1 января 25-го года не должно быть, точка. Без каких-либо возможностей обойти это, сделать комиссию какую-нибудь, еще что-то для всех. Единственное, все спрашивают постоянно, что такое недружественные страны. Ну, в плане, есть перечень недружественных стран, он у нас закреплен. Но все спрашивают, какие страны там будут 1 января 25-го года. И каждый раз, ну, я не понимаю, зачем это спрашивают, но мы же все прекрасно понимаем, мы не знаем. Потому что это зависит в том числе от этих недружественных стран. Да, да, в том числе от того, как они себя будут вести. Вот, да. Но я точно знаю, что вот страна Российской Федерации недружественной не будет. Да, ну, то есть, вот это очень простой ответ. Ну, это, наверное, вот основные ключевые моменты. Я помню, когда вот тема ESG только появилась во всех компаниях, значит, вице-президентов назначали по ESG и в советы директоров всех, так сказать, там, ну, кто, значит, похитрее хотел сажать, видите мы, какие ESG-шные. По сути, ничего не менялось в деятельности этих компаний, потому что, ну, как бы, а что там, в общем, просто назвали термином то, чего ответственные и так делали, а неответственные просто посадили вот человека, отвечающего, как бы, а там, на самом деле, елочки высаживают. Вот, видите, про экологию тоже, хотя ESG-то гораздо шире. Мне кажется, вот, не знаю, есть ли такой риск, что у нас вот так будет с инфобезом, то есть, вот, назначат там вице-президентом, видите, у нас по информационной безопасности во всех корпорациях и даже в совете директоров. Но, по сути, там, будет эта вот извечная русская история. Кто же думал, что на нас обратят внимание? И здесь, конечно... То есть, есть такой риск? И такой риск тоже есть. И чтобы его нивелировать, регуляторы все на постоянной основе напоминают о персональной ответственности. В указе прописана и ответственность непосредственно директора, и его ответственность выбрать себе зама, который будет отвечать исключительно про информационную безопасность. Неотратимость ответственности, неотратимость наказания с одной стороны, это то, над чем, наверное, постепенно мы будем с каждым разом все, ну, то есть, от рекомендации переходить к, ну, вот, стандартной схеме. А, соответственно, второе, что важно, это в том числе, как правильно сказать-то здесь, если организация плохо подходила к безопасности, и у нее был там отдел ИБ, и он был где-то очень далеко, и бизнес даже не знал, как расшифровывается буквой ИБ, то сейчас путем всех этих манипуляций он хотя бы иногда сидит в кабинете, он хотя бы хоть как-то приобщается, иногда может поднять руку и начать говорить. И этот процесс тоже есть, он положительный, он правильный. То есть, человека уже узнают в лицо в компании. Да, наша задача постоянно, ну, грубо говоря, популяризировать вопросы кибербезопасности внутри всех органов и организаций, чем, собственно, все основные регуляторы в том числе и занимаются. Спасибо большое. Я в завершение хотел бы у всех участников нашей сегодняшней дискуссии, сессии, так вот, кратко спросить, что вот в вашем понимании безопасная цифровизация, но вот там в такой краткосрочной, среднесрочной перспективе, как это? Ну, может быть, нескими тезисами, Артем Михайлович, с вас начну, и вот мы туда пойдем. Безопасная цифровизация, в моем понимании, это когда начиная от задумки и заканчивая запуском в промышленную эксплуатацию, команда работает целиком и бизнес, и информатизация, и безопасность. И когда, условно, вышел не просто сервис, а вышел сервис в безопасном исполнении. Красиво. Евгений Михайлович, как вам кажется? Ну, вы знаете, вот безопасная цифровизация, наверное, да, вот с этих двух слов, какое все-таки главное, безопасная или цифровизация? Оба. Наверное, все-таки, ну, я бы, наверное, шел все-таки к процессу цифровизации, он должен быть безопасным, поэтому, наверное, здесь ответ прост, что при реализации любых цифровых проектов, проектов цифровой трансформации, как мы сейчас говорим, информационная безопасность должна стать сквозной задачей. Вот такая очевидная история. Второй момент, который мне хотелось отметить, на него у нас, наверное, сегодня просто времени не хватило его поднять, это вопрос, безусловно, кадров, подготовки кадров, и, в принципе, мы прекрасно понимаем, что зачастую угроза же она внутри, да, там, вне зависимости от того, это делается умышленно, злонамеренно, либо это делается в силу недостатка компетенции, и та и другая задача, она, конечно, здесь тоже должна ставиться во главу угла, и вопросы подготовки кадров, вот мы сейчас смотрим по ВУЗам, да, на десятку, на информационную безопасность, ну, практически по всем профильным ВУЗам, которые по этому направлению готовят, достаточно серьезный рост, это здорово, и, конечно, здесь без участия индустриальных партнеров в виде компаний, взаимодействия с ВУЗами и включение сотрудников в формирование учебного плана, в чтение курсов, корректировку, здесь тоже без этого никуда не уйти. Спасибо. Владимир Николаевич, тоже на то же. Безопасная цифровизация, цель очень простая. Занялись, есть слово кибербезопасность, и, наверное, оно должно стать практически синонимом цифровизации. Занялся цифровизацией, значит, точно занялся и кибербезопасностью, как там говорили, и процессно, организационно, с точки зрения структуры, технически, технологически, как угодно. Просто это, вот, у нас очень часто история приходит и говорит, у нас все деньги, ну, согласованы, мы цифровизируемся и так далее, у нас, ну, нету, дайте нам там дополнительных денег, еще что-то на безопасность. Вот такого не должно быть. У нас есть стандартный ответ, нашлись деньги на IT, найдутся деньги на ИБ. Ну, то есть, нельзя начинать цифровизацию, если вдруг у вас нету, там, например, ресурсов, неважно каких, как там, финансовых, так или людских, соответственно, на безопасность. Поэтому это должно быть прям синонимом. Вот, раз мы цифровизируемся, значит, безопасная цифровизация, значит, кибербезопасность всегда здесь, всегда с нами. Согласен. Сергей Викторович, как вы отвечаете на вопрос, что такое, да, безопасная цифровизация? В принципе, собственно, все, что было сказано, вот это оно и есть, да. Могу перефразировав немножечко сказать, вот было состояние защищенности на момент до начала цифровизации, вот состояние защищенности, уровень защищенности вашей системы на момент окончания цифровизации, он должен быть, ну, не просто не ниже, он должен быть на самом деле выше. То, о чем Артем Михайлович говорил, да, что цифровизация, которая приводящая в том числе к повышению уровня защищенности. Да, да, конечно, так и есть. Юрий Вячеславович, как вы отвечаете на вопрос, безопасная цифровизация, это в вашем понимании что? В моем понимании безопасная цифровизация, это обеспечение информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла информационных систем. Вот, на мой взгляд, начиная с проектирования, разработки и заканчивая даже выводом из эксплуатации. Если требования будут соблюдаться, соответственно, и цифровизация будет безопасной. Спасибо, да, спасибо большое всем нашим участникам. Я резюмирую, так вот в историю обращусь, потому что, так сказать, быть умнее людей, которые из отрасли просто невозможно, говоря об этой теме. Но вот когда в конце 20-х, в начале 30-х годов страна вот переходила в такой режим форсированного развития, и у нас вот появились пятилетки, например, если кто-то помнит историю, то первая пятилетка она проходила под лозунгом «техника решает все», а вторая «кадры решают все». Почему так произошло? Потому что после первой пятилетки стало понятно, что вот без кадров даже при наличии техники довольно сложно что-либо делать. Поэтому я вот здесь вот подхватывая, так сказать, замечание совершенно справедливое, вот Евгения Михайловича, мы, может быть, вот тему подготовки кадров не допушили. Давайте вот история все равно повторяется. Да, на другом технологическом витке, в другой итерации, мы по-другому уже называемся как страна и так далее. Но вот эти ошибки, эти исторические какие-то вещи, их надо учитывать, потому что, ну, тогда вот в 30-е годы мы это там смогли, но вот наступая на определенные грабли. Сегодня мы можем здесь вот поменять местами. Сначала кадры решают все, ну, естественно, техника, потому что без нее, без этой технологической независимости и инфобезопасность построить сложно. Но вот выставляя приоритет таким образом, думаю, что все может получиться. Спасибо большое всем нашим участникам дискуссии и уважаемым экспертам, наблюдающим за ней. На этом спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...